Область знаний. Лекция на радио Звезда. Античный театр. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. Область знаний. Если вы никогда не задумывались об истории Древней Греции, то так или иначе, уверенно, вы слышали прекрасное выражение «Желаем хлеба и зрелищ». Если о хлебе можно говорить много отдельно, как и в целом о кулинарных предпочтениях в античности, то о зрелищах мы поговорим сегодня, потому что, конечно, античная культура дала нам очень много. В целом мы сегодня наследники античной цивилизации, потому что какие-то законы, какие-то определения для политических явлений и процессов, всё это осталось нам в наследство. И, конечно же, мы в наследство получили и античный театр. Ещё в V веке, как считается, появляются первые произведения, которые мы относим к трагедиям. Тогда же в V веке появляется уже комедия. И всё это происходит в самом, наверное, славном греческом городе, в Афинах. Но прежде чем поговорить подробнее об этих двух направлениях, я скажу, что, конечно, зрелища включают в себя гораздо больше. И сегодня я не буду подробно останавливаться на Римском театре, просто по той причине, что театр в Римской империи — это совсем другая история. Это даже больше не театр, это цирковые какие-то выступления, это состязания морских животных, это состязания людей с животными, это, конечно же, известные гладиаторские бои. И яркой иллюстрацией вот этого изменения моды, изменения отношению к зрелищам является единственный на сегодняшний день известный в Северном Причерноморье театр — это театр Херсонеса. Его в 1954-м открыл в ходе своих археологических исследований Олег Иванович Домбровский, и затем этот театр раскапывали в течение нескольких сезонов. Сегодня каждый, кто посещает музей Херсонес, а это современный город Севастополь в Крыму, он обязательно проходит театр, потому что сразу за воротами находится вот этот самый театр. И когда его раскапывали, а мы, когда приступаем к археологическим раскопкам, мы, конечно же, иногда спешим, но всё равно мы делаем всё с тактом и расстановкой. И когда мы раскапываем, мы раскапываем всё по слоям, поэтому мы можем представить, как развивался театр, как он менялся. И когда Херсонес включился в систему Римской империи, конечно же, там в этом театре начали ставиться уже не только именно театральные в классическом смысле этого слова постановки, но там же, как считается, могли проходить какие-то гладиаторские бои, состязания, сражения. Вот это всё несколько другое, потому что именно античный театр в своём первозданном виде – это крайне сложная и крайне интересная система. Вообще, первые театральные постановки, как я и сказала, появившиеся в V веке в Атике, в Афинах, они были обязательной частью римских великих праздников. В основном это были праздники в честь бога Диониса, покровителя театра, ну и плюс ко всему бога виноделия, виноградарства и перерождения природы. На самом деле, это один из важнейших античных богов, потому что он связывался не только вот с этими понятными явлениями, как вино и выращивание винограда, но он связывался и с перерождением, действительно, с новой жизнью, потому что природа всегда угасает, но появляется вновь, и это такой вечный цикл. То есть жизнь и смерть были этому божеству очень близки. И во время такого праздника, как Дионисии, обязательно ставились театральные постановки, причем поставить театральную постановку, как мы сказали бы сегодня, выступить ее продюсером, было очень почетно, поэтому иногда встречаются декреты, упоминания о том, что вот какой-то добрый гражданин выделил огромную сумму денег на постановку театральной трагедии, либо комедии, потому что это, конечно, включало и костюмы для актеров, их маски, их грим, и в некоторых случаях, а я думаю, почти во всех, это включало очень сложные декорации. И вот есть такое понятие «бог из машины», это на самом деле подразумевает декорации действительно театральные, которые использовались для того, чтобы приподнять человека над другими, либо сымитировать его полет. Античный театр Я недавно слушала прекрасную лекцию, и там упоминалась комедия, комедия Аристофана, это комедиограф, чьи произведения сохранились лучше всего, именно из комедийных. И вот у него была прекрасная постановка «Облака», одна из сцен, которая включала, как персонаж на Олимп уезжает, уплывает на огромном жуке. Это же надо было показать, то есть какой-то инструмент, прибор, машина, механизм использовался уже тогда, но, извините, более двух с половиной тысяч лет назад. И когда появляется театр, он становится, как я и сказала, акцией очень важной для какого-то почётного гражданина и вообще для всех зрителей. Потому что считается, что театр в Афинах мог вместить несколько тысяч зрителей, а это как граждане самого полиса огромного, так и все приезжие туда. Вот даже Херсонесский театр, он по примерным прикидкам должен был вместить две с половиной, три тысячи человек. Это огромное количество. А это минимальное количество в сравнении с Афинским театром. И все постановки должны были быть понятны этим зрителям, причём как приезжим, так и местным. Соответственно, они должны были отражать либо какие-то повседневные моменты жизни, какую-то актуальную обстановку, либо они должны были говорить о вечном. И вот тут мы походим к противопоставлению трагедии и комедии. Если говорить про трагедию, мы знаем авторов этих постановок. Самые известные из них – это Исхилл, Софокл и Еврипид. И мы знаем название тех постановок, которые ими ставились. В частности, одна из моих, пожалуй, любимых постановок принадлежит авторству Исхилла – это «Арестея». Сюжет посвящён тяжёлым переживаниям главного героя Ареста и проблему, во-первых, отношения главного героя с его родителями, потому что основной фабулой этой истории является момент, когда он убивает убийц своего отца, и одним из этих убийц окажется его мать. То есть тут мы встаём вместе с этим героем в позицию дилеммы – что есть добро, что зло. И вот эти темы старались поднимать как можно чаще. И обязательно в трагедии, что важно, персонаж был, с одной стороны, вымышленным, но, с другой стороны, таким близким и понятным всем. Арест – это легендарный персонаж, известный в то время, наверное, каждому. Геракл тоже часто фигурирует в этих постановках. Царь Эдип – мудрейший человек своего времени, который переживает тоже постоянные невзгоды своей жизни. Кстати, впоследствии к этим персонажам ведь продолжают обращаться и по сей день. И я говорю не только про постановки современные, но, опять же, я упомянула царь Эдип, Эдипов комплекс, разработанный Зигмундом Фрейдом. То есть и психоаналитики пытались работать с этими сложнейшими характерами. И это тоже отличительная черта трагедии. Многоплановость и сложность характера, потому что только сложный характер может столкнуться вот с этой дилеммой добра и зла, морали. И через трагедии пытались как бы воспитывать граждан Полиса, пытались объяснить им, что такое мораль, принятая сейчас в обществе. Ну и, конечно, часто в трагедиях обращались не только к полумифическим персонажам, точнее, я имею в виду не только к мифическим каким-то героям или героям, происходящим от божеств, как Геракла, но часто обращались и к самим божествам. Потому что, конечно же, считалось, что божество, например, тот самый Дионис, которому посвящены были праздники, во время которых проходили театральные постановки, он как бы идеал человека. И, соответственно, именно через характер божества, через те поступки, которые он совершает, через те невзгоды, которые боги тоже проходили, ведь боги – это те же самые люди, автор показывал какие-то повседневные процессы. Но в целом считается, что трагедия, она о чем-то таком идеальном, возвышенном и вечном. Я уже упомянула столкновение отцов и детей, проблему добра и зла. Это все вечное. И вот трагедия, она была об этом. И противовоспоставляется ей, конечно же, комедия. Комедия – это крайне любопытное явление античной культуры, потому что сейчас сложно оценить, была ли нам сейчас смешной эта комедия. И самое главное, не показалась ли нам эта комедия грубой и достаточно жестокой. Потому что некоторые элементы антической комедии, они скорее сравнимы, знаете, с современным стендапом, или, как сейчас говорят, прожаркой. Потому что в комедии в ход шло обращение хора к слушателям, к залу, скажем так, и высмеивание слушателей. То есть, когда мы читаем текст, сохранившийся комедии, там можно увидеть такие фразы, как «Но здесь никто ничего не знает», или «Посмотрите, какие прекрасные люди нас окружают». Соответственно, в этот момент актер, он показывал на тот самый зал. Также комедия сильно отличается от трагедии тем, что в отличие от каких-то вечных, общечеловеческих тем, она поднимает темы повседневные, темы обывательские. И вообще, как трагедия, так и комедия, они же предполагались как постановка «Однодневка». Я заметила, что многих удивляет количество сохранившихся комедий Аристофана или количество сохранившихся трагедий. На самом деле, это писалось для того, чтобы быть поставленным один раз. И крайне редким исключительным случаем бывают моменты, когда два раза ставили, но не больше двух. Соответственно, комедия, она должна была показать текущую обстановку, текущую реалию, поэтому в комедиях часто высмеивались политики, которые сейчас были у власти. Это, кстати, очень забавно по той причине, что представьте такую картину. Идёт постановка, и в первом ряду, ну, конечно, античный театр, он отличается от современного, потому что, да, это многоярусные сиденья, и, безусловно, есть как бы первый ряд, где сидят сильные мира сего. Но театр древности, вот, например, если говорить о Херсонесском театре, помимо вот этих вот многоярусных сидений, он имеет центральную площадку, но это не сцена, это орхестра, где находится хор, который всегда отвечает за то, чтобы идея автора была понятна зрителю. То есть это комментарии какие-то, это обращение к зрителям, это иногда имитация смеха, допустим, если мы говорим про комедию, это пение, безусловно. А уже за вот этой орхестрой шла так называемая скене, сцена иногда двухъярусная, где размещались актеры, откуда они выступали. Соответственно, представляем, что вот идет постановка, и действительно вот в нижних рядах или первых рядах сидит градоначальник. И тут про него говорят, что он нечист на руку, ворует регулярно, всех обманывает, и вообще такой плохой секой. Мы бы это, наверное, оценили как едкую сатиру на современную политическую реальность, но на самом деле греки относились к этому иначе. Сейчас вот все, кто меня слушает, вспомните, когда вы перед каким-то очень важным событием в вашей жизни вы просите, ну, может быть, не все к тому прибегали, но я точно, вы просите вас поругать. Это очень древнее представление о том, что если человека поругать, у него все будет в лучшем виде. И вот действительно комедия, она была призвана поругать, чтобы потом все было хорошо. Ей известно, что некоторые постановки, в которых высмеивался текущий политик, приводили к тому, что потом при следующих выборах, а финна это у нас демократия, выбирали вновь его. Это доходило и до достаточно казусных ситуаций. Так однажды высмеяли политика местного, и он очень обиделся на это и даже вызвал автора Аристофана на суд, потому что его высмеяли не при своих, а при приезжих гостях. Но суд он проиграл, и постановление было таково, что смеяться над политиком можно и при гостях. И в комедиях смеялись даже над не только сильными мира сего, но и над обычными людьми, над их, опять же, характерами. Моя любимая постановка того же Аристофана – это «Женщины в народном собрании», потому как действительно ночью женщины пробираются на собрание, приодевшись в мужчины, они всё решают, и наступает такой идеальный мир. Это очень забавно, потому что это то, чего бы, может быть, кто-то хотел, это то, чего кому-то не хватает, например, женщинам повлиять действительно на какие-то современные реалии, но очень хочется. И с одной стороны показано желаемое, но с другой стороны это осмеивается, потому что всё нужно осмеять, и осмеиваются боги, осмеивается Дионис, это тоже мне очень нравится, ведь считалось, что во время праздника Дионисии сам Дионис, как покровитель театра, он присутствует и на трагедиях, и на комедиях. Вот представьте, сидит перед вами, бог, которому вы там приносите драгоценнейшие подношения, взливаете в его честь вино и прочее, а тут про него говорят, что он вообще пьяниц, и вообще он тут какой-то неместный, потому что считается, что его родина – это Малайзия, и вот об этом тоже говорят, это осмеивают, что он тут пришёл в свои порядки. Это всё было доступно в то время, потому что, вот как я и сказала, осмеивание, ругань, оно должно было привести к каким-то, наоборот, позитивным последствиям. Комедия, она, конечно, использовала и многие механизмы, инструменты трагедии. Так, в частности, в трагедии было популярно придумывать какие-то новые слова, такие высокопарные, знаете, подлиннее, чтобы было красиво. И вот это всё нужно было, чтобы актёр, когда он выступает, он произносил это слово подольше, и все должны были слушать его, затаив дыхание. И в комедии тоже прибегали к таким длинным словам, так в мной ранее упомянутой комедии «Женщины в народном собрании» там упоминается блюдо, название которого состоит из 171 буквы, по-моему. В какой-то момент этому слову даже присудили рекорд Гиннесса как самое длинное слово вообще в литературе. А подразумевает, оно блюдо по типу рагу, фрикосе, куда идёт вообще в ход всё. И если разобрать это слово на его составные части, то там будет устрицы будут, рыбы будут, растения ныне вымершие, сильфи очень популярные в древности, вино, заяц, петух, мёд. Представляете, страшная, страшная смесь, но получилось огромное, длинное слово, которое бедный актёр должен был произнести для всех, конечно же, его поднимали после этого на смех, потому что отдельные элементы были явно понятны слушателям, и для них было понятно, что это какое-то жуткое варево. Ну и, конечно, интересно поразмыслить о том, какие костюмы были у актёров, если в трагедии это, возможно, сложные или, наоборот, упрощённые костюмы, не отвлекающие от темы такой важной, как столкновение добра со злом или важность судьбы в жизни человека и вмешательства божественного, то в комедиях эти костюмы, наоборот, должны были быть смешными, поэтому очень популярны были маски. Гротескные маски, на самом деле, с открытым ртом, кривыми ушами, подчёркнутыми такими очень глубокими морщинами. Вот эти маски использовали актёры активно, соответственно, зритель при выходе актёра должен был уже смеяться. Плюс такие маски дополнялись костюмами с элементами туловища животных, например, там, ослины ушки, ослины хвостик. Всё это тоже шло в ход. Поэтому комедия, как считается, она была смешной просто потому, что вот как таковая. И, может быть, нам бы она показалась, с одной стороны, жестокой, потому что, действительно, насмешка была над всеми, и вы тоже могли получить насмешку над собой. Но, с другой стороны, она могла бы нам показаться и простой, потому что там активно использовались фразы, как пожар, горим, вот это всё. Такое, знаете, как сейчас бы сказал кто-то плоское, но на самом деле античная комедия, она многоярусная, она сложная. Из-за внешней простотой скрывались, опять же, очень сложные темы, потому что комедия, конечно, тоже поднимала вопрос добра и зла. Конечно же, она поднимала вопрос то, что правильно и неправильно, но через вот эти вот все какие-то иносказания надо было об этом поговорить. Поэтому они идут часто в связке, они появились примерно в одно время, считается, что трагедия чуть раньше, но они появились в одно время, они привлекали внимание и привлекают до сих пор. Я знаю, что и сейчас Аристея, Царь Эдип, Вакханки, кстати, я даже сама ходила на такую постановку, всё это ставится в современных театрах. И что интересно, и что, мне кажется, самим грекам должно было понравиться, современные постановки не всегда пытаются создать антураж античности, не всегда прибегают к этим древним а-ля костюмам или украшениям, а используют вполне современные одежды, потому что темы-то вечные. И неважно, как выглядит человек, неважно, в каких реалиях и в каком времени происходят события комедии или трагедии, она будет понятна и актуальна сейчас. Хотя, всё равно, некоторые элементы были бы нам непонятны в той же комедии, потому что она, конечно, говорила о чём-то ежесекундном, моментном, о сражении греков с персами, либо о каком-то политике, о котором мы больше никогда не услышим. То есть, это и моментность, и кратковременность, ну и, конечно, вечность, вечность античного театра. Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. Область знаний.